Центр здорового ребенка на базе детской поликлиники работает довольно давно и успешно. Его главной задачей является обследование детей и подростков для выявления заболеваний на ранней стадии. В этот центр могут обратиться пациенты со второй группой здоровья без хронических заболеваний. Виды обследований предлагают очень разнообразные, такие как комплексное обследование на аппарате кардиовизор. Это функция сердечно-сосудистой системы, также биоимпедансметрия, это определение соотношения белков, жиров и мышц воды в организме детей. Спирометрия для определения объема легких и жизненной емкости легких. Также антропометрия, это определение роста веса детей. И они у нас проходит программное тестирование на компьютере для определения психологического состояния. По случаю Всемирного дня здоровья сотрудники центра провели мероприятие для детей и их родителей. Опытные специалисты рассказали о том, как вести здоровый образ жизни. Напомнили детям и подросткам о правильном питании. Врач-офтальмолог показал гимнастику для глаз, а инструктор по лечебной физкультуре провел занятия для профилактики плоскостопия. Сейчас поднимаем вверх, да, все подняли пальчики, стоим на полной стопе. Нет, на пяточки вставать не надо, поднимаем только пальчики и опускаем пальчики обратно. Еще разочек подняли, да, пустили. Данное мероприятие проводится для того, чтобы привлекать детей, их родителей к теме здоровья, потому что нужно беречь здоровье с молодостью. Благодаря лекциями, мастер-классам от врачей, родители юных пациентов узнали для себя много полезной информации. Я вынесла для себя очень много о правильном питании. Оказывается, у нас в поликлинике появился кабинет здоровья, где можно обследовать ребенка. То есть для этого нужно обратиться к своему педиатру либо к любому узкому специалисту. Мероприятие очень интересное, мне нравится. У меня есть еще старшая дочь подросток, много для чего себя услышала. Поэтому обязательно пройду с ними, приду в центр здоровья и пройдем с ними обследование. Не обошлось и без творчества. Детям предложили поучаствовать в конкурсе на лучший рисунок на тему «Папа, мама, я – здоровая семья». По завершении мероприятия все ребята получили призы. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.